Эмоции у вас вызывает собственная картинка в сознании, что вы готовы принять ситуацию только такой и никакой другой, пока вы не осознаете, что есть истинные ценности. Истинные ценности психомагии, их всего три, это любовь, мудрость и искренность. Всем своим вниманием, как будто крючком, цепляемся за какую-то созданную искусственно идею. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Овсянко, и вы на канале Тайной Жизни. Бывают моменты, когда мы хотим, чтобы все было определенным образом и не иначе. В противном случае это вызывает в нас бурю негативных эмоций и раздражение. Такие моменты наш сегодняшний гость, Искандер Джин, психолог нового времени, называет зацепками. Именно это мешает нам получать удовольствие от жизни и расширять свое пространство вариантов. В этом интервью Искандер поможет вам выявить те самые зацепки и практическим, простым способом избавиться от них. Приятного просмотра! Хочется, наверное, в начале нашей темы объяснить, что такое зацепки, чтобы было понимание, что это и что мы будем в последующем разбирать. Понятие энергетических зацепок я получил в момент очень яркого, глубокого переживания. Переживания мистического характера, где я просто столкнулся с тем, как устроены наши эмоции и почему мы вообще переживаем, почему мы расстраиваемся, почему мы испытываем негативное состояние время от времени. Я обнаружил, что абсолютно всегда, когда мы испытываем негативное состояние, то есть мы чувствуем внутри себя какое-то переживание, какой-то стресс, или нам что-то мыслимся, или нас что-то бесить начинает, это связано с тем, что мы всем своим вниманием, как будто крючком, цепляемся за какую-то созданную искусственно идею. Иногда это идея о том, что все мужчины, с которыми я буду встречаться, например, женщина думает, да, что все мужчины, с которыми я буду встречаться, они будут мне всегда верны и всегда мне преданы, потому что я не та женщина, которую можно изменять. И когда такая женщина сталкивается с тем, что ее мужчина, оказывается, был с кем-то еще, допустим, в отношениях, она испытывает серьезную ненависть к нему, к ней, ко всему, и потому что у нее есть очень сильная зацепка за идею, что с ней этого не должно произойти вообще никогда, и поэтому она к этой идее не готова, не готова к тому, что это может произойти. Когда у человека зацепка за, допустим, какой-то свой образ, за свою красоту, например, у девушки зацепка за красоту. Я думаю, в эру Инстаграма мы все сталкиваемся с аккаунтами девушек, которые на всех фотографиях только с макияжем, притом с обильным макияжем, и нет естественной фотографии ни одной. Это говорит о том, что у этой девушки зацепка за внешность, зацепка за определенный образ, и она даже не представляет вообще себя вне косметики, вне этого образа. Соответственно, если эта девушка попадет в ситуацию, где у нее не будет времени, чтобы собраться и накраситься, но ей нужно будет куда-то выехать, то есть она будет очень сильно страдать от того, что она не накрашенная, находится на публике, ее видят люди такой, какой она не готова себя показывать, то есть естественной. И в данном случае мы говорим про зацепку за образ себя с косметикой, с этим макияжем, что я вот такая, и когда я такая, тогда я счастлива. И вот это главный компонент, который я только что сказал. Я, то есть человек, у которого есть зацепка, думает, иллюзорно думает, что когда у него есть то, что он, ну скажем так, вот там идеальный образ внешности, да, или там я идеальная супруга, которую никто никогда не будет изменять, он думает, что только в этой форме этот человек может быть счастливым. Что я счастлива только, когда у меня есть вот такая идея, и другую я не приму никогда. Зацепка за партнера, более общая зацепка, это идея, когда человек думает, что вот, я люблю тебя выше всего, что есть в этом мире, я ради тебя живу, и все, что у меня есть. Иногда мама по поводу своего ребенка тоже так думает, что ты все, что у меня есть, я люблю тебя больше, чем себя, и я ради тебя живу. Это тоже неправильно, то есть всегда зацепка – это неправильно. И когда мама думает так, например, про своего ребенка, она живет только ради своего ребенка, она, то есть когда мы за что-то цепляемся, мы всегда начинаем забирать энергию у того, за что мы цепляемся. И когда ребенок становится единственным смыслом жизни для своей мамы, логично, что он начинает терять свою энергию от того, что мама все, скажем так, ставки поставила на него и уже для себя не живет, живет только ради него. Это плохо для обоих. То есть, когда зацепка подразумевает зацепку за человека, это всегда плохо для обоих. Когда мы говорим про жизненную ситуацию, жизненное обстоятельство, в котором происходит зацепка, она происходит потому, что мы начинаем создавать в своей голове иллюзию о реальности. Мы начинаем думать, что жизнь, она вот в такой форме жизни, я счастлив. Например, когда у меня есть миллион рублей на счету, я счастлив. Если, не дай бог, у меня 300 тысяч только осталось, то я уже чувствую себя дискомфортно, потому что у меня нет той подушки безопасности, которую я себе нарисовал. И я уже как бы не живу, а немножко больше страдаю, когда у меня не хватает денег на счету. Потому что я привык, что у меня от миллиона и выше. И когда в очередной раз мне говорят, что в этом месяце я не смогу заработать этот самый миллион, чтобы у меня был, я расстраиваюсь. И когда я сталкиваюсь с тем, что вот это вот то, что я сейчас описываю, можно прочувствовать даже просто на энергетическом уровне, что мы переживаем, страдаем и испытываем негатив, только когда рушатся наши зацепки, то есть ложные ожидания и ложные идеи, которые мы себе нарисовали, и ложные ценности, которые мы себе создали. Например, человек, который на все деньги приобрел себе какой-то домик, допустим, или машину, или он приобрел себе последний айфон на все последние деньги. И вот он понимает, что он очень много вложил в этот айфон своих денег, а эти деньги – это его энергия, и он там полгода где-то работал, чтобы накопить на этот последний айфон. И вот этот человек сталкивается с тем, что в какой-то ситуации у него, например, крадут этот айфон. Или он разбивается. Человек попадает в ситуацию, в которой его лишают ложные ценности. И парадокс в том, что Вселенная будет всегда лишать людей ложных ценностей. Если вы на чем-то зациклены, если у вас эмоциональная привязка за какую-то ситуацию, которую вы искусственно создали, она всегда будет разрушаться. И эти разрушения будут приходить одно за другим до тех пор, пока вы не осознаете, что есть истинные ценности. Истинные ценности в психомагии, их всего три – это любовь, мудрость и искренность. Любовь, мудрость и искренность. Когда вы накапливаете любовь, мудрость и искренность, и живете вот из состояния искренности, вы естественным образом способны исцелить себя от чего угодно, воссоздать гармонию в своей жизни. Почему тогда бывают моменты, когда ложные цели, они все-таки сбываются? То есть ложные желания, неистины, они приходят в наш мир и материализуются у человека, а затем разрушаются. То есть с чем это связано? Попробуйте привести пример, что за ситуация, например, это могла быть. Приведу пример материальных ценностей, которые навязаны социумом. Например, что у мужчины должна быть машина, дом и определенный такой вот заработок. Но на самом деле он и не хотел эту машину. Ну вот, это не его ценность истинная. Просто ему родители говорят, что тебе нужно. Ему девушка говорит, что ему нужно. Ему на работе говорят, ему друзья. И вроде уже все вот просто везде. Реклама ему говорит, что тебе это нужно. И, соответственно, у него эта машина появляется. Но потом каким-то образом она уходит с его жизни, как только он начинает путь познавания себя. То есть почему происходит все-таки, что желание, где вот этот фильтр, где вселенная, скажем так, как отсеивает ложное от истинного? И почему ложные желания все-таки тоже сбываются? Ложные желания сбываются, как правило, большими усилиями. И человек в процессе достижения ложного желания обычно не очень счастлив. Потому что человек себе говорит, я хочу приобрести машину или дом, например. Или я хочу брендовую одежду марки люкс. Потому что в моем обществе все говорят, что если ты не в марке люкс, то ты плохой человек. И вот если идея строится вокруг таких ценностей, человек там так, вот у меня там есть столько-то рублей или долларов. Так, я сейчас куплю себе вот на это брендовую одежду крутую, я буду в ней ходить, и тогда я буду соответствовать тому обществу, в котором я живу. Очевидно, что это ложный мотив. Но человек может заработать на это деньги или выделить на это деньги, купить это, и внутри этого общества у него будет поддерживаться иллюзия о том, что в этой одежде он более счастлив. Но это будет иллюзия, потому что фактически его душа не будет при этом развиваться, получить удовольствие и приносить какую-либо ценность миру в большем количестве. Потому что истинный мотив и истинное желание, оно всегда сопутствует этим трем элементам. Развитию, получению удовольствия и служению миру. Например, если вы, допустим, у меня есть друг, например, дизайнер. И вот мой друг, он где-то 90% своего свободного времени, он шьет. Шьет свои идеи, вот прям шьет, шьет, шьет. Он снял квартиру, в которой 90% места занимает его рабочее пространство. Только там 10%, наверное, там малюсенький душик, кухонька и так далее. Так вот, этот самый товарищ, ему не нужно покупать, например, одежду, потому что он сам ее шьет. Ему совершенно неинтересно тратить деньги на какие-то рестораны, кафе. Он знает, что он любит есть, потому что ему важно шить. Он живет идеей шить. Но зато он может купить себе швейную машинку за полмиллиона рублей, потому что он понимает, что это его инструмент, благодаря которому он может дать еще больше самоактуализации миру. И когда у него появилась идея приобрести эту швейную машинку, а денег еще не было, это само собой реализовалось за короткий промежуток времени, потому что эта идея помогла ему нести еще больше ценностей в мир. То есть приобретая себе инструмент, мы всегда делаем инвестиции в свое будущее. А приобретая себе то, что в каком-то узком обществе создает иллюзию того, что ты крутой, безусловно, мы деградируем. Поэтому, когда желания сбываются, и даже ложные мотивы сбываются, мы тратим на это гораздо больше энергии, и сам процесс достижения ложного мотива обычно не дает нам счастья. Потому что счастье, когда ты понимаешь, что у тебя реально пришло время жить в своем доме, но ты понимаешь, что у тебя сейчас нет пока на это денег, и ты начинаешь откладывать копеечку каждый месяц на свой дом, пусть даже небольшой, пусть он вот компактный, деревянный какой-нибудь, натуральный, как ты хотел, или там бунгало на Бали, например. Ты понимаешь, что тебе много не надо для того, чтобы было место, где спать, было место, где там за компьютером работать. Но ты откладываешь денежку, и ты уже будешь наслаждаться моментом, когда ты просто это запланировал, и сейчас ты по 10% или 20% от дохода каждый месяц просто на это откладываешь. И ты уже живешь и кайфуешь от того, что ты здесь поставил, я не знаю, кстати, балийские издания имеют фундамент вообще, нет? Поставил фундамент, поставил ты там накидку уже сверху, крышу там, да? Ты уже в каждом моменте ты живешь на 100%. Но если у тебя ложный мотив попонтоваться перед друзьями своим жилищем и сделать его суперкрутым из золота, ты будешь переживать за каждую ситуацию, в которой строители допустят ошибку, в которой что-то сделают не так, как ты хотел, в которой что-то будет не так, как ты хотел, и так далее, и так далее. И это говорит о том, что зацепки и ложные желания, они как только появляются, они уже ведут за собой вагон проблем и ложное восприятие ситуации. Получается, в основе зацепок всегда лежит именно ложное желание? Да. Что приносит дискомфорт? Это можно сравнить, в принципе, с категоричностью. То есть если у человека есть какие-либо категоричности по отношению к чему-либо, это уменьшает его пространство вариантов и не дает ему развиваться. То есть избавляться от зацепок нужно. Категоричность – это состояние, в котором мы чего-то не принимаем. То есть категоричность – это состояние, в котором мы чего-то не принимаем, и мы считаем, что вот, например, я, допустим, не я, а какой-то человек считает, что я вот приемлю только гетеросексуальные отношения среди людей. И у меня прям ненависть к гомосексуалистам, ненависть к лесбиянкам, ненависть, в общем, ко всем меньшинствам, которые есть, и меня прям вымораживает. Это немножко другая тема. Когда есть такая категоричность, это говорит о том, что внутри есть очень сильное подавленное состояние в контексте вот этих самых меньшинств, которое говорит о том, что где-то там внутри была боль, связанная с чем-то подобным. И это можно проработать. Но когда мы говорим про зацепку, зацепка не предполагает категоричности, она предполагает скорее состояние, в котором, если что-то не по-твоему, да, вот допустим, ты нарисовала себе сценарий, создала себе сценарий, как все должно быть в идеальной семье, а у тебя супруг, например, носки разбрасывает по дому, и ты начинаешь припсиховать на ровном месте заводиться с этого. Почему? Зацепка за идеальную чистоту в доме, которая может быть, да, не имеет смысла на самом деле. И достаточно просто раз в три дня убираться, да, совместно, и установить определенные правила в семье, при которых эти носки будут разбрасываться на короткий промежуток времени, либо не будут разбрасываться вообще. Но это не стоит нервов, это не стоит идеи, при которой, если оно немножко отличается от того, что вы задумали, нет никакого смысла из-за этого эмоционально страдать, переживать и психовать. Например, у моего папы была зацепка за интеллект. Он считал, что вот эти вот, допустим, интеллектуальные знания, например, математика, геометрия, физика, точные науки, да, их должен знать каждый человек. И когда я приходил со школы и допускал кучу ошибок в домашнем задании по алгебре или по геометрии, да даже по русскому языку на самом деле. Мой папа, у него был идеальный русский язык, там, типографический почерк, вот это вот все, да. У него было вот это вот понимание, что так должно быть. И мой сын, мой сын, он просто обязан знать математику, это же мое продолжение, он должен... А я не знал математику, я допускал кучу ошибок. У меня в одном слове могло быть 4 ошибки в примерах, я практически никогда их правильно не мог решить, особенно там в средних классах школы. И когда отец видел ошибку, он начинал сильно психовать, его просто вымораживало, он не мог сдержать своих эмоций, потому что у него в голове не укладывалось, как это его сын не знает математику, его это бесило, он не мог спокойно разговаривать. Я как чувствительный человек это чувствовал и сильно от этого страдал. Страдал от его эмоций, не от того, что я не знаю математику, а от его эмоций, что я причиняю ему эти эмоции. И вот это одна из форм зацепок, она называется зацепка за интеллект. Есть зацепка за деньги, есть зацепка за перфекционизм, есть зацепка за авторитет, есть зацепка за общественное мнение, есть зацепка за любовного партнера, есть зацепка за там приобретенный предмет какой-то там, да. Зацепок очень большое количество. Но так или иначе они имеют корень. Если этот корень, так сказать, сорвать экологично, то мы освобождаем огромный объем внимания и улучшаем все сферы своей жизни. Трансформация личности. Вы знаете, что каждый из вас представляет собой уникальную личность, похожую на которую нет во всем мире. Вы представляете собой набор уникальных реакций поведения, который был сформирован социумом, обществом, теми ситуациями, которые встречались на вашем пути и вашими ответными реакциями на эти ситуации, на эти раздражители. Но дело в том, что мало кто осознает и понимает, что личность может развиваться изнутри, личность может совершенствоваться изнутри. И личность может достичь такого уровня понимания себя, что абсолютно любого, любой негатив, любая деструктивная программа, которая есть в вашем поле как привычка, может быть растворена из глубины души. И вы можете быть освобождены от тех негативных переживаний, с которыми вы сталкиваетесь регулярно. Вы можете быть освобождены от тех обид, того гнева, тех раздражений, от тех качеств своего «я», которые тянут вас вниз и лишают вас истинного счастья. Для того, чтобы освободить свою личность от деструктивных состояний, для того, чтобы откалибровать и усилить те качества, которые являются вашими доминантами, то есть вашей уникальной личностной силой, я приглашаю вас на программу личностных трансформаций, на курс психомагии, который так и называется «Трансформация личности». Эта программа даст невероятные результаты, о которых вы будете благодарны многие-многие годы, потому что вклад в свою личность сейчас представляет собой огромные-огромные-огромные дивиденды в будущем. Я жду вас на курсе «Трансформация личности от психомагии». Ссылочка под видео. Приглашаю. Вы не пожалеете. Пока-пока. Зацепка – это созданная умом, исключительно умом, без содействия души, идея о том, что нам нужно для счастья. То есть ум такой отдельно вообще от души, как биокомпьютер, начал рассуждать о том, что сейчас вам нужно. Он начал такой, так, ну смотри, вот у твоих друзей есть это, давай, наверное, тебе тоже нужно это, давай стремиться к этому, раз они к этому идут, давай тоже будешь к этому идти. Истинная ценность рождается душой. Когда твоя душа внезапно тебе сообщает о том, что ты счастлив от того, что ты иногда пока что находишься в коммунальной квартире, но у тебя есть любимая кружка, и ты из этой кружки пьешь свой зеленый чай по утрам. И для тебя этот ритуал самое кайфовое, что может быть в день, и ты ним наслаждаешься. И ты радуешься тем, что у тебя уже есть, потому что ты знаешь, что ты можешь любую реальность создать, и ты уже сейчас пойдешь ее там за компьютером или через встречи создавать, реализовывать, самоактуализируясь. А твоя душа будет тебе сообщать, что то, что происходит сейчас, это самое главное, самое прекрасное. Просто нужно делать то, что постепенно приводит тебя к твоей реализации. И тогда у тебя рождаются истинные ценности. Ценность ощущения вкуса этого чая, ценность общения с людьми, которые тебе нравятся, ценность игры на музыкальном инструменте, ценность какого-то процесса, в котором ты просто растворяешься, наполняешься энергией, занимаешься спортом дома, отжимаешься от пола, или приседаешь. И все это есть истинные ценности, которые дарят тебе в мгновение жизнь и ощущение жизни. И потом ты просто приходишь к тому, что все это есть любовь, мудрость и искренность, и все на этом строится. И если где-то в каком-то желании даже не пахнет любовью, мудростью и искренностью, то оно тебе и не нужно вовсе. Как сейчас нашим зрителям выявить основные свои зацепки? То есть есть ли ряд каких-либо вопросов, которые они могут задать и понять, что у них это есть? У нас даже есть бесплатное приложение на эту тему. Оно называется Сенсорика. По-русски Сенсорика. Его можно скачать как на Apple, так и на Google Play. И просто его можно использовать в момент, когда вы столкнулись с негативной эмоцией. Вы сталкиваетесь с тем, что вы на что-то психанули, раздражение какое-то возникло, гнев, злоба, обида. Когда вы почувствовали, что вас что-то вывело из себя, вам нужно зайти в это приложение, открыть раздел практики, открыть раздел расшифровки, зайти в эту расшифровку и просто пройти ее. Я там задаю своим голосом вам вопросы, которые позволяют вам найти эти зацепки, которые у вас есть, их вычленить, определить и смысловые значения этих зацепок, расшифровать их и определить свою личную силу. Все это делается достаточно быстро, минут за пять. И вот если поработать с этим приложением месяцок, можно очень круто прокачаться в плане освобождения от зацепок. Классно, вы сейчас просто весь материал видео дали в одном приложении, получается. Как бы это все, потому что действительно будет самой очень интересно зайти, посмотреть, потому что все в реальной жизни, в бытовых вопросах, все абсолютно сталкиваются с какими-то определенными триггерами, которые могут выводить на эмоции. И не всегда экологично люди могут с ними справляться, потому что дело даже не во внешних триггерах, людях, предметах или ситуациях, а в внутреннем ощущении. Просто что-то срезонировало, и начинается реакция. Какие у вас были основные зацепки, с которыми было сложнее всего справиться? Это был самый интересный путь осознания, потому что у меня была зацепка за общественное мнение огромное, на основании которой мне было страшно, что меня осудят, что мне скажут, что я какой-то не такой. Ну, это зацепка, на самом деле, связана со страхом смерти, который эволюционно был присущ всем животным. А человек просто более эволюционное животное, более сознательное и духовное. И вот мы иногда просто начинали себе придумывать, что если я не такой, как все, то меня могут сожрать. Я расшифровался, осознав, что даже если я не такой, как все, я следую искренне, если я следую пути своей души, то я имею право быть таким, какой я хочу быть, даже несмотря на то, что со мной могут быть многие не согласны. И тут появилось полное принятие любой критики по отношению к себе. И как раз, возвращаясь к прошлому интервью, которое у нас было, когда вы говорили, что вы искали информацию обо мне. Почему-то многие люди, наверное, знают, что я маг, колдун, шаман, начинают сначала искать обо мне критику. И даже если забить там в поисковых сетях, первая строчка, которая всплывает, она может всплыть, как и у любого мага-экстрасенса, типа Искандер Джин Шарлатан. Но это как поиск подсказывает. И все надеются найти что-нибудь на эту тему. Но, к сожалению, поисковые строчки ничего не дают по этой теме. И это именно потому, что в какой-то момент я прошел достаточно много критики, много осуждения в свой адрес. Я просто перестал не то, чтобы, знаешь, есть такое мнение, типа не нужно обращать внимание на критику. Или типа мне все равно на критику. Знаете, есть такие люди, которые с пеной у рта говорят о том, что мне все равно на критику, что обо мне говорят люди. Или что обо мне думают. Но видно, что их просто разрывает изнутри. На самом деле, когда ты достигаешь состояния, в котором ты готов к любой критике к себе, тебе просто действительно, ну как бы ты даже забываешь о том, что оказывается есть люди, которые тебя критикуют. Ты их читаешь иногда, комментарии, но ты думаешь, что они что-то вообще не про тебя сейчас пишут. Ну как бы ты просто этого не замечаешь, что ли. И со временем просто этих людей не становится вокруг, потому что никому не интересно тебя критиковать, если ты прокачался в плане общественного мнения. Ибо все испытания и уроки даются для того, чтобы освобождать нас от этих зацепок. Так вот, возвращаясь к ответу на вопрос, помимо общественного мнения зацепки, у меня была зацепка за красоту, да, то есть за счет чего у меня она была очень сильная, вот эта вот зацепка за красоту, зацепка за тщеславие. Это были школьные годы, где-то средняя школа, с шестого класса по, наверное, класс десятый, вот, за счет чего мне дали отработку в виде серьезных проблем с кожей. У меня были высыпания по всему лицу, очень обильные, сильные. И в данном случае шла именно отработка зацепки за красоту, потому что если бы мне дали идеальную кожу с самого раннего периода, к сожалению, это бы обернулось для меня очень сильным тщеславием, я бы сошел с пути капитально. Так как мне дали это испытание, я его благополучно прошел, я освободился от этой зацепки в том числе. Что еще? Зацепка за деньги была в какой-то период жизни, когда я просто думал, что нужно как бы зарабатывать такую же сумму, как зарабатывают мои друзья обеспеченные, что если я зарабатываю меньше, то значит я какой-то там дурачок, что я неправильный человек, что я тупица или там еще что-то подобное. Эта зацепка расшифровалась просто очень легко от того, что я осознал, что когда ты приносишь людям ценности, ты кайфуешь от того, что ты даешь людям ценность, ты всегда будешь иметь деньги, особенно если ты делаешь это с уверенностью. И всегда будешь иметь столько денег, сколько необходимо на реализацию любых своих экологичных желаний. Вот. Ну и знаете, если в приложении Сенсорика я у себя в телефоне зайду, у меня там будет тоже целый список моих зацепок, их можно долго читать. Правильно ли я понимаю, что когда мы решаем зацепку, то есть убираем ее из нашей жизни, то та сфера, в которой она была, она нормализуется, например, на примере вашей кожи. То есть у вас были определенные высыпания, как только зацепка ушла, соответственно, кожа стала выглядеть намного лучше. То же самое с материальными благами и так далее. Это происходит не моментально, потому что когда мы говорим про физиологическое проявление зацепки, это говорит о том, что ситуация глубоко ушла в корень. Тело – это уже конечная субстанция, которая получает отработку. Например, ну не бывает такого, что ты один раз обиделся на кого-то, потом его простил, и у тебя сразу болячка какая-то возникла. Нет, люди годами копят обиды, и, к сожалению, потом на них накатывает какая-то серьезная болячка. Поэтому ситуация с кожей, ситуация с какими-то другими органами, которые страдают от зацепок, они обусловлены тем, что мы очень долго не понимаем, к чему это и о чем это. Когда мы это понимаем, проходит год, два, иногда три, и мы очищаемся, освобождаемся от этого заболевания. И моя практика показывает, что иногда даже мы получаем исцеление по смертельным заболеваниям, раковым заболеваниям. Например, на проекте «Черно-белое» у меня был на испытании Владимир Левкин. Это солист группы «Нана», бывшей группы или бывший солист. У него была четвертая степень, если не ошибаюсь, рака мозга. Он исцелился благодаря, по сути, расшифровке зацепки, но не моей технологии, а в целом он сам осознал, почему это произошло, для чего это произошло, и в корне поменял свою жизнь, свою реальность. Получается, что зацепка – это такое существо, которое кормится именно негативными эмоциями. Когда оно возникает в нашем мире, человек начинает эмоционировать и подкармливает ее. То есть здесь можно сказать, что основное – это перестать, то есть совершенно нейтрально воспринимать. То есть в моменте, когда триггер снова возникает, и ты на него никак не реагируешь, и у тебя здесь так пусто, чисто, то есть спокойно и ровно, соответственно, можно считать, что зацепки больше у тебя нет. Я хочу провести определенное отличие яркое между психомагией и трансерфингом реальности, чтобы было понятно. Зацепка – это не маятник. Зацепка – это не то, о чем говорит Вадим Зеланд. Зацепка никак не связана с тем, что зацепка сама по себе, она не питается энергией, не зрет вашу энергию, она как бы не провоцирует вас на эмоции. Эмоции у вас вызывает собственная картинка в сознании, что вы готовы принять ситуацию только такой и никакой другой. И здесь, когда у вас есть зацепка, вот это вот желание, вот этой ситуации, когда у вас есть зацепка, и вы попадаете в ситуацию, которая провоцирует у вас негативные эмоции из-за этой зацепки, у вас ненависть и злоба возникают потому, что вы просто отказываетесь это принимать. А ваша задача – осознать, что то, что произошло, является лекарством для вас. И вы это пропускаете через свою душу, через свое состояние, как бы насквозь, вместе с этими эмоциями. Вы просто это все поглощаете, осознавая, что то, что произошло – это лекарство, самое лучшее натуральное лекарство, которое могло дать вам эта реальность. И тогда за одну минуту вы приходите в норму, и никуда вот эти ваши эмоции, никто их не сжирает, никакие эгрегоры это не кушают. Просто вы благодаря этим, вы просто энергию этих эмоций переводите обратно внутрь себя. Именно в этот момент. Но если вы этого не делаете, и вы начинаете накручивать себя через чувство жалости к себе, через состояние жертвы, через состояние сбрасывания ответственности на других, что все вокруг виноваты в этом, вы просто откладываете испытания на будущее, и в следующий раз вам вас будут бить по восхожей зацепке еще раз. Даже для тех, кто, возможно, не любит гаджеты и приложения, да, есть такие люди, ваша задача – просто отслеживать все ситуации, в которых у вас портится настроение, и задавать себе вопросы. Из-за чего на самом деле у меня испортилось настроение? За что у меня была зацепка? От чего я был эмоционально зависим? И чему эта ситуация меня научила на самом деле? И тогда, даже собирая такой список в тексте, то у вас образуется то, что сможет вас исцелить и восстановить на уровне души и на уровне энергии.